Девушки отдыхают А в Мьянмире военные захватили власть в результате государственного переворота, арестовали гражданского лидера страны Аунг Сан Суджи. Ее обвинили в незаконном ввозе рации у Оки-Токи, за что она может попасть в тюрьму на три года. Оба случая, конечно, не связаны между собой, но они показывают, что некоторым странам может сойти с рук издевательства над демократическими принципами. А здесь Еврокомиссия продолжала бороться с последствиями задержек во внедрении вакцин. Вакцинация отстает от графика, потому что фармацевтические фирмы не выполняют своих обещаний и производство идет недостаточно быстро. Сейчас в Европе звучит много обвинений по поводу того, как разные игроки справляются с кризисом. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попыталась прорваться сквозь шум, напомнив всем, что поставлено на карту. Наш противник – это вирус, и фармацевтическая промышленность является частью решения этой проблемы. Что ж, если западные производители вакцин не могут ускорить выполнение своей задачи, почему бы не обратиться на Восток? Так думают в Венгрии. Ее правительство первым в Евросоюзе применило вакцины из России и Китая. Мы были первыми, но маловероятно, что мы единственные в ЕС, кто идет на такой шаг. Мы слышим даже западные европейские заявления с призывом к проверке на эффективность российских и китайских вакцин. Некоторые европейские аналитики подозревают, что Россия и Китай могут использовать свои вакцины для усиления геополитического влияния на другие страны. Но теперь даже Германия и Франция признают, что происхождение вакцины не имеет значения, если она одобрена регулирующими органами ЕС. Кстати, о геополитике. Известно попытки Евросоюза усилить свое влияние в мире. На этой неделе пара аналитических центров опубликовала доклад о геополитических последствиях самого амбициозного политического пакета ЕС – зеленой сделки. Призвано сделать экономику Европы экологически устойчивой, зеленая сделка влечет за собой фундаментальную перестройку европейской энергетической системы. Это будет иметь глубокие геополитические последствия, в том числе непредусмотренные. Я хочу подключить Сьюзи Деннисон. Это старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, директор программы «Европейская энергия». Сьюзи, вы также отвечаете в Совете за политику в отношении климата. Расскажите нам об основных выводах вашего доклада. Как зеленая сделка может изменить геополитический порядок? По-моему, если амбиции будут в полной мере достигнуты, то зеленая сделка ЕС изменит все. Это действительно амбициозный проект, направленный на преобразование европейской экономики. Он изменит торговые отношения Европы с другими странами и регионами, с теми, от кого мы импортируем энергию, с теми, у кого мы импортируем сырье и более сложные товары. Это вынудит нас более внимательно присмотреться к нашим цепочкам поставок. Многие глаза смотрят из-за пределов Европы на Брюссель и другие столицы, пытаясь определить, как именно зеленая сделка повлияет на них. Зеленая сделка – это, по сути, прощание с ископаемым топливом. И, следовательно, поставщики такого топлива в Европу, например, Саудовская Аравия, Россия или Алжир, потеряют рынки и доходы. Как ЕС будет относиться к потенциально негативным последствиям в этих странах? Мы должны четко понимать, что в будущем мире будут победители, проигравшие с точки зрения обеспечения энергией. Но Парижское соглашение – это глобальная цель. Поэтому реализация зеленой сделки – это своего рода попытка ЕС выполнить свою часть пакета мер. Но это также должно быть частью более широких глобальных усилий. Проповедь не может выполнить эти свои задачи без активного участия других. Мы не единственный потребитель углерода. ЕС находится в энергетической зависимости, скажем, от России или Китая, из которого также поступает сырье для чистых технологий. Насколько это опасно? Я не думаю, что все так однозначно. Элементы того, что вы назвали, безусловно, существуют. Но есть и другие интересные рынки сырья, которые будут необходимы для производства возобновляемой энергии. Я думаю, что Европе необходимо очень внимательно взглянуть на свои отношения, например, с африканскими государствами. Штефан Гроби благодарит Сюзи Деннисон, старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям. Борьба с изменением климата, конечно же, включает защиту флоры, фауны и их естественной среды обитания. Но уделяем ли мы достаточно внимания благополучию наших домашних животных? Исследователи из Геннского университета с невозмутимым видом предупредили, что кошки страдают от мер по борьбе с коронавирусом. Тот факт, что люди чаще остаются дома, вносит тревожные изменения в распорядок жизни кошек. Им не нравится, когда, скажем, им пора вздремнуть на своей любимой подушке, а кто-то начинает стучать по клавишам компьютера. Из Парижа и Барселоны поступают тревожные сообщения о локдаунах, сводящих кошек с ума. И все же один зоотерапевт говорит, что все зависит от самих питомцев. Некоторые очень рады, когда их хозяева проводят с ними больше времени. Наверное, можно заключить, что в этом кошки похожи на людей. В этом выпуске все. Я Штефан Гробис. Спасибо, что смотрели. Отличной вам недели.